всем привет сегодня хочу вам показать как связать вот такие вот крупненькие красивые ромбики раппорт узора в общем на один ромбик 14 петелек но я буду делать 2 ромбика поэтому 28 петелек набираем плюс 2 кромочные и так первый ряд кромочную снимаем затем делаем 4 вот эти первые петельки перекрещивания налево для этого вы можете взять дополнительную спицу но честно говоря я не вижу смысла ради вот этих вот четырех петелек брать дополнительную спицу и так снимаете на правую спицу 2 петельки 1 и 2 петельки 2 2 петельки 1 одеваете на левую спицу 2 петельки 2 у вас приспущены вы их также одеваете на спицу левую таким образом мы сделали перекрещивание на левую сторону а теперь все четыре провязываем лицевыми 1 2 3 4 теперь провязываем 8 изнаночных 1 2 3 4 5 6 7 8 теперь снова повторяем 4 петельки нужно перекрестить влево для этого снимаем первые две петельки вторые две петельки первые две петельки одеваем сначала на левую спицу затем две петельки вторые одеваем на спицу и все четыре провязываем лицевыми 1 2 3 и 4 теперь снова 8 изнаночных 1 2 3 4 5 6 7 8 и подошли к моменту перекрещивания 4 петельки влево снова 4 снимаем на правую спицу затем одеваем сначала первые две затем вторые две снова перекрестили влево 4 провязываем лицевыми 1 2 3 4 кромочная изнаночные таким образом мы провязали первый ряд второй ряд изнаночный и все последующие изнаночные ряды провязываем по рисунку если у вас это изнаночные провязываете изнаночные если у вас здесь лицевые провязывайте их лицевыми за заднюю стеночку то есть все последующие четные ряды провязываем по рисунку 3 ряд кромочную снимаем и так как у нас сейчас такой вот так сказать обрезанный узор то первую вторую нам нужно поменять местами снимаете на правую спицу первую вторую затем одеваете первую сначала вот так вот а затем вторую вот как бы поменяли их местами а теперь первую провяжите лицевой вторую провяжите изнаночный вот так вот таким образом мы как бы укоротили наш узор когда если у вас будет продолжение здесь то есть полотно тоже потом смотрите и вяжите дальше теперь снимаем 3 следующие 2 лицевые и изнаночные одеваем сначала 2 лицевые а затем одеваем по изнаночной изнаночную так и провязываем изнаночной 2 лицевые так и провязываем двумя лицевыми таким образом мы сделали поворот налево перекрещиваем теперь провязываем 6 изнаночных 1 2 3 4 5 6 снимаем получается изнаночные 2 лицевые затем одеваем на левую спицу сначала изнаночную а затем 2 лицевые таким образом мы делали перекрещивание направо лицевые 2 провязываем 2 лицевыми изнаночную провязываем изнаночной а теперь снова 3 следующие 2 лицевые изнаночные снимаем одеваем сначала лицевые а затем одеваем изнаночные изнаночные так и провязываем изнаночные 2 лицевые так и провязываем двумя лицевыми только смотрите чтобы не было перекрещенных. Провязывайте за стеночку, чтобы у нас косичка ложилась гладенько. Теперь снова 6 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Снова 3 снимаем, то есть изнаночные 2 лицевые снимаем на правую спицу. Затем одеваем сначала изнаночную на левую, а потом 2 лицевые. Лицевые провязываем лицевыми. Изнаночную провязываем изнаночной. Теперь тоже здесь с этой стороны, так как у нас, скажем так, отрезана, а здесь должна быть изнаночная, то мы первую и вторую снимаем, затем одеваем сначала первую, а потом заднюю вторую. Вторую провязываем изнаночной, а первую провязываем лицевой. Кромочной, изнаночной. Провязали третий ряд. Четвертый вяжем по узору. Пятый ряд. Кромочную снимаем, так как снова у нас здесь обрезанный узор, то я буду провязывать здесь вот лицевую изнаночной. Затем идут 2 изнаночной, провязываем их изнаночной, а следующие 3 петельки 2 лицевые изнаночную. Поворот делаем налево. Изнаночную одеваем второй. Провязываем изнаночную изнаночной, лицевые провязываем лицевыми. Делали перекрещивание налево, а теперь провязываем 4 изнаночные. 2, 3, 4. Теперь снова, как вы видите, у нас уже зигзаг, вот этот вот получается ромбик, так скажем, идет в правую сторону, поэтому мы берем последнюю изнаночную и 2 лицевые, меняем местами. Сначала изнаночную одеваем на левую спицу, затем 2 лицевые. 2 лицевые провязываем лицевыми, изнаночную провязываем изнаночной. Довязываем 2 изнаночные, которые у нас вот в уголочке и снова 2 лицевые и первую изнаночную снимаем. Сначала одеваем на левую лицевые, затем изнаночную. Изнаночную провязываем изнаночной. Таким образом у нас, как вы видите, увеличивается количество петель вот здесь вот в уголочке. А в другом уголочке уменьшается. То есть вот мы провязываем лицевые лицевыми. А здесь, как вы видите, на уменьшение идет. Было 6, теперь 4. Провязываем 4 изнаночные. Теперь у нас идут изнаночные 2 лицевые. Снова делаем наклон вправо и меняем их местами. Сначала одеваем изнаночные, затем 2 лицевые. Лицевые провязываем 2 лицевыми. Изнаночные провязываем изнаночными. И довязываем до конца ряда изнаночными петельками. Кромочные, также изнаночные. Вот мы довязали ряд. Пятый ряд, ой, шестой ряд вяжем по узору. Седьмой ряд. Снова будем способом перемещения, перекрещивания менять петельки. Итак, провязываем кромочную, снимаем. 4 изнаночные, так и провязываем 4 изнаночные. Теперь 2 лицевые, первую изнаночную снимаем. Делаем перекрещивание влево. Сначала одеваем 2 лицевые, затем изнаночную. Изнаночную довязываем. Делаем ее пятой. Теперь 2 лицевые. И провязываем 2 средние изнаночные. Теперь снова делаем перемещение. То есть у нас как полосочка шла, она так и должна идти наискосов. Снимаем. Сначала налевую, одеваем изнаночную, затем 2 лицевые. Лицевые провязываем лицевыми. Изнаночную провязываем изнаночной. И 4 изнаночные провязываем, которые у нас уже есть. Теперь снова 2 лицевые, первая изнаночная снимаем. Сначала одеваем лицевые, затем изнаночную. Изнаночную провязываем изнаночной. И 2 лицевые провязываем двумя лицевыми. Теперь снова довязываем 2 изнаночные. И делаем перекрещивание вправо. Снимаем 3 петельки. Сначала одеваем изнаночную, затем 2 лицевые. Поменяли местами. Теперь лицевые провязываем лицевыми. А изнаночные провязываем изнаночные. И так довязываем до конца этого ряда. Кромочная, изнаночная. Девятый ряд. Кромочную снимаем. Затем провязываем наши 5 изнаночных. 3, 4, 5. Затем снова делаем перемещение. Вот она у нас идет полосочка. Мы так ее перекрещиваем налево. Снимаем 3 петельки. Сначала одеваем 2 лицевые. Затем одеваем вперед изнаночные. Изнаночную довязываем изнаночной. Лицевые провязываем лицевыми. Теперь снова. Вот полосочка у нас идет вправо. Так мы ее и перекрестим вправо. Снимаем 3 петельки. Одеваем сначала изнаночную. А затем 2 лицевые. 2 лицевые так и провязываем лицевыми. Изнаночную провязываем изнаночную. довязываем имеющиеся изнаночные у нас в уголочке и приступаем снова у нас вот две лицевые мы их снимаем вместе с изнаночной сначала одеваем лицевые а затем изнаночные изнаночную довязываем изнаночной лицевые перекрестили влево так и провязываем их лицевыми теперь перекрещивание вправо 2 лицевые изнаночные сняли сначала одеваем на левую спицу изнаночные затем 2 лицевые лицевые провязываем лицевыми а изнаночной провязываем изнаночной и до конца ряда довязываем изнаночные наши петельки изнаночными и кромочная тоже изнаночная 11 ряд так как мы сначала делали перекрещивание на левую сторону. Сейчас следующее перекрещивание мы будем делать в правую сторону. Итак, кромочную снимаем, провязываем имеющиеся изнаночные, все их провязываем. Теперь у нас вот 4 петельки, то есть 2 лицевые с одной стороны стеночки и 2 лицевые с другой стороны. Мы все их две одеваем на правую спицу, а затем вот эти вот две первые снимаем на левую спицу, а две вторые вот как бы одеваем, меняем местами с наклоном вправо и все 4 петельки провязываем лицевыми. Итак, 2, 3 и 4. Вот сделали наклон первый вправо. Теперь провязываем наши изнаночные петельки до следующих 4 лицевых. провязали изнаночные. Теперь снова у нас 4 лицевые. Мы одеваем их на правую спицу, затем сначала одеваем на левую спицу первые 2 лицевые, а затем вторые 2 лицевые. Снова сделали поворот направо и провязываем все 4 петельки лицевыми. И довязываем изнаночные петельки, кромочную включительно. Провязываем все изнаночные. Тринадцатый ряд. Кромочную снимаем и у нас будет, как вы видите, сейчас замыкаться ромб. То есть провязываем наши изнаночные петельки до последней. Вот она у нас осталась одна последняя и 2 идут далее лицевые. Мы снимаем их на правую спицу. Затем одеваем сначала изнаночные, а затем 2 лицевые. 2 лицевые провязываем двумя лицевыми, а изнаночные провязываем изнаночные. Теперь снова идут 2 лицевые и изнаночные. Снимаем их на правую спицу. Теперь одеваем лицевые сначала налево, а затем изнаночные переодеваем налево. Изнаночные провязываем изнаночной, лицевые провязываем лицевые. Я думаю, что вы уже поняли, у нас принцип такой. Сначала идут уголочки на увеличение, а затем на уменьшение. Точно так же здесь на увеличение, уменьшение. Пока у вас идут, один уголочек уменьшается, второй у вас расширяется. То есть снова вот переодели, сделали наклон влево, провязываем наши 6 изнаночных. Седьмую изнаночную и 2 первые лицевые мы поменяем местами с наклоном вправо. Сначала одеваем заднюю изнаночную, а теперь вперед 2 лицевые. 2 лицевые провязываем 2 лицевыми, изнаночные провязываем изнаночные. И снова 2 лицевые и изнаночные поменяем с наклоном влево. Одеваем сначала 2 лицевые, затем одеваем изнаночные. Изнаночные провязали изнаночной, 2 лицевые провязываем лицевыми и довязываем до конца наши изнаночные, включая кромочную, изнаночные тоже провязываем. 15 ряд. Кромочную снимаем, затем провязываем 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. 5 изнаночную и 2 передние лицевые мы меняем местами с наклоном вправо. Сначала одеваем изнаночную, затем 2 лицевые. Лицевые провязываем лицевыми, изнаночную провязываем изнаночными. Снова у нас, как вы видите, вот эта наша полосочка идет на уменьшение. Вот этот ромбик идет на уменьшение. Вот этот идет на увеличение. То есть здесь мы будем внутри добавлять наши изнаночные. Итак, провязываем 2, которые у нас были. Теперь 2 лицевые и изнаночные одеваем на правую спицу. Сначала на левую переодеваем лицевые, затем в изнаночную. Изнаночную провязываем изнаночной. 2 лицевые провязываем двумя лицевыми. Теперь снова у нас идут 4 изнаночные и пятую изнаночную, 2 лицевые. Мы поменяем местами с наклоном вправо. Сначала одеваем изнаночную, затем одеваем 2 лицевые. Лицевые провяжем лицевыми, изнаночную провяжем изнаночной. 2 изнаночные, которые у нас в уголочке, довязываем изнаночной. И снова наш ромбик идет на уменьшение крайней. Снимаем 3 петельки. Одеваем сначала 2 лицевые, затем изнаночную. Изнаночную провяжем первую изнаночной. 2 лицевые, так и провяжем 2 лицевые. И изнаночные до конца ряда довязываем. Вместе с кромочной, которую тоже провязываем, изнаночной. 17 ряд. Кромочную снимаем, а следующую я провяжу лицевой. Так как у нас сейчас, как бы здесь, должен быть продолжение ромба. Теперь 2 изнаночные я так и провязываю двумя изнаночными. А теперь у нас идет наклон вправо. Берем последнюю изнаночную, снимаем вместе с лицевыми. Сначала одеваем на левую спицу изнаночную, затем 2 лицевые. Провязываем лицевые лицевыми. Изнаночную провязываем изнаночной. Теперь 4 изнаночные в уголочке мы провязываем 4 изнаночные. И снова у нас наклон идет влево. Мы снимаем 2 лицевые изнаночные. Сначала одеваем на левую спицу лицевые, затем изнаночную. Изнаночную провязываем изнаночной. 2 лицевые провязываем двумя лицевыми. Теперь снова у нас 2 изнаночные Третью изнаночную поменяем с лицевыми с наклоном вправо Сначала надеваем на левую спицу изнаночные Затем надеваем лицевые Лицевые провяжем двумя лицевыми Изнаночную провязываем изнаночные Теперь довязываем 4 изнаночные, которые у нас по серединке И снова сюда нужно нам добавить шестую. Поэтому мы сделаем перекрещивание влево. Сначала оденем на левую спицу лицевые, затем изнаночные. Добавляем сюда шестую петельку изнаночную. А здесь у нас ромбик идет на уменьшение. Две лицевые провяжем двумя лицевыми. Здесь провяжем две изнаночные. А перед кромочной провяжем лицевую. Кромочную провяжем изнаночную. Почему мы здесь провязали по краям лицевые? Потому что у нас сейчас ромбики идут на уменьшение. Визуально, если мы представим, то у нас здесь идут, как я пальчики держу, вот здесь идут на уменьшение наши ромбики. Изнанку провязываем по рисунку. Девятнадцатый ряд, последний лицевой ряд в этом рапорте. Первую кромочную снимаем, а затем у нас идет лицевая и изнаночная. Я поменяю местами сначала. Сначала вы можете провязать, в принципе, нам с наклоном влево. Можете провязать сначала изнаночную, затем лицевую, чтобы не менять местами. А затем снимите. И вот так вот у нас получилось, что мы сделали перекрещивание влево. Теперь у нас идет изнаночная и две лицевые. Мы снимаем их на правую спицу и на левую одеваем сначала изнаночную, а затем две лицевые. Лицевые две мы так и провяжем лицевыми, а изнаночную провяжем, как всегда, изнаночной. Чтобы не перекрещивать петельки, смотрите, вам за какую стеночку лучше всего вязать. Изнаночную провязали изнаночной и довязываем наши изнаночные, которые имеются до конца. Теперь нам нужно, снова у нас получилось в серединке 7 петель векчик, должно быть 8. Поэтому мы, получается, меняем снова с наклоном влево. Сначала одеваем на левую спицу две лицевые, затем изнаночную. Изнаночную провязываем, восьмой изнаночной, которая идет на увеличение ромбик, а затем две лицевые провязываем. Теперь, снова у нас идет изнаночная и две лицевые. Мы поменяем местами с наклоном вправо. Сначала одеваем изнаночную, затем две лицевые. Лицевые провязываем две лицевыми, изнаночную провязываем изнаночной. И снова у нас здесь получается 7 изнаночных, а должно быть 8. Поэтому мы снова сделаем перекрещивание налево. То есть, сначала оденем на левую спицу две лицевые, затем изнаночную. Изнаночную довязываем в восьмую изнаночную. Две лицевые довязываем двумя лицевыми. А здесь у нас идет изнаночная и лицевая. Мы тоже ставим сначала на левую спицу, одеваем изнаночную, затем лицевую. И обе петельки провязываем лицевыми. То есть, как бы кромочная и изнаночная. Как бы мы здесь завершаем наш узорчик, то есть если, как вы уже поняли, здесь у нас обрывистый, так сказать, узор, поэтому я просто как бы продолжаю ромбы. Хотите, не продолжайте, вот у вас будут идти на образце просто вот так вот ромбики полосками, здесь, 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 то есть как бы вот так вот чередование в большом ромбе, просто 4 ромбика. И теперь довязываем последний ряд этого рапорта с изнаночной стороны, 20 ряд. 21 ряд, он же первый, то есть снимаем кромочную, снимаем теперь снова на правую спицу 4 наши петельки лицевые и делаем наклоны влево, то есть сначала одеваем на левую спицу первые 2, затем вторые 2 и все 4 провязываем лицевой. 3, 4. Теперь провязываем наши изнаночные. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И теперь следующие 4 лицевые снимаем. Сначала одеваем 2 первые, а затем 2 вторые. Таким образом снова мы перекрестили в левую сторону и снова все 4 петельки провязываем лицевыми. 1, 2, 3, 4. Перекрестили влево. Теперь снова провязываем наши изнаночные. Максимальное количество изнаночных в ромбе, которое может быть это 8. Вот мы их провязали 8. А теперь снова следующие 4 лицевые перекрещиваем влево. Снимаем на правую спицу. Сначала одеваем на левую 2 первые лицевые, а затем 2 вторые лицевые. И провязываем все 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Кромочная изнаночная. Таким образом мы провязали снова первый ряд рапорта. И сейчас все повторяется с самого начала. То есть вот у нас начало рапорта было. Повороты налево. Затем постепенно будет один ромбик уменьшаться, второй увеличиваться. Точно так же и здесь будет увеличиваться, уменьшаться, увеличиваться. И здесь продолжаете. Ромбики, расхождение. То есть пошло у вас 2, вы постепенно из изнаночных, средних убираете, здесь добавляете, здесь убираете, здесь добавляете. То есть таким образом, если вы провяжете вот такое полотнище небольшое, у вас получится вот такой вот красивый, так сказать, большой ромбик, состоящий из 4 ромбиков. Или просто вот такие, не слишком мелкие, красивые, такие, я бы сказала, двойные вот ромбики. В общем, я надеюсь, что вам мой видео урок сегодняшний понравился. Если да, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем ровных петелек. Пока-пока. Пока.